Мы имеем большое футбольное поле с профессиональным покрытием качества FIFA, 60 мм права, с наполнителем, с усумягчителем. И размер соответствует. А еще беговые дорожки, открытые площадки для сдачи норм ГТО и занятий силовой гимнастикой, скейт-парк, теннисные столы, многофункциональная площадка для игры в баскетбол, волейбол, теннис и мини-футбол. Появится также парковка, раздевалки, туалеты, что немаловажно. Для каждой зоны активности будут свои туалетные модули, чтобы не испытывали дискомфорт ни дети, ни родители. Везде освещение, над каждой площадкой будет освещение, уже современное, светодиодное. Реконструкции легендарного стадиона «Спартак» жители Звенигорода ждали давно. Но для реализации такого масштабного проекта необходимо было преодолеть ряд сложных моментов. Вдоль реки идет общегородской коллектор. 70% участка находится в зоне водоохранной и в зоне охраны памятников. И здесь строить капитальное строение нельзя. У нас очень большой перепад. И приходится уже возводить защитные такие стенки, упоры, для того, чтобы не сползал грунт сюда уже на стадионы, на наши детские площадки. Много проблем, много сложностей. Но, тем не менее, мы торговали все муниципальные контракты, подрядчик на месте. Сегодня на стадионе уже завершено благоустройство детской игровой площадки. Его провели по программе губернатора Подмосковья. К обустройству остальных объектов приступает подрядная организация. График работ по реконструкции «Спартака» подписал глава округа. Сдать объект подрядчик обещает раньше срока. Уже через год, к 870-летию Звенигорода. Я уверен, что ни графики не сорвутся, ни качество не пострадает за вот этот период. Все будем контролировать вместе с нашими инициативными группами, жителями. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».